Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 7 августа 2020 года. С вами Виктор Курсов и сегодня мы поговорим о насекомых, о насекомых в городе. Вы знаете, что я рассказываю о различных насекомых, которые живут в городе, показываю их под микроскопом, но сегодня у нас выход на улицу. И здесь мое любимое местечко, в котором я снимаю видео периодически год от года, уже начиная с 2014 года. В 2014, в 2015, в 2017, в 2018, в 2019 годах снимал я здесь, вот в этом местечке. Это местечко можно назвать вполне микрозаповедником. Меня зовут Виктор Николаевич Фурсов, и вы знаете меня и мои видео на моем канале о природе, о насекомых, о энтомологии. Однако вот был такой энтомолог Виктор Степанович Ребенников в Новосибирске, он изучал шмелей. И у нас сегодняшнее видео будет как раз о шмелях, потому что вот в этом местечке, и как говорил Виктор Степанович, очень важно организовывать микрозаповедники для насекомых. Оказывается, можно такое сделать. Маленькие кусочки природы, в которых насекомые сохранились бы и жили. В городе мало где насекомым можно сохраниться. Я испытываю сейчас также петличку. Думаю, что звук будет хорошо, потому что в городе здесь ездят машины кругом, и они кругом жужжат. Однако вот насекомые могут сохраниться там, где есть цветы. В городе, если что-то росло, то как всегда говорится, где росла капуста, нынче стала пустая, и сразу асфальт, дорога, и ничего больше нет. Однако вот в этом местечке, как раз на улице Богдана Хмельницкого, дом номер 37, вот такая вот большая пятиэтажная сталинка, не перестроенная еще, потому что здесь все перестраивается вокруг, дома сносятся, строятся новые. Некоторые, конечно, правда, уже десятилетними стоят и просят ремонта, но вот здесь есть маленький микрозаповедник. И вы обратили внимание, что я стою около вот этих цветов мальвы, которые уже в августе вообще-то, варя, цветают. Мальвы, как-то мне казалось, что это цветок, который всегда присущ около домов именно в Украине. Бузок, сирень около дома и мальвы около дома. Но мальвы, оказывается, я видел даже в Японии. Еду на велосипеде в Японии, как-то в городе Нагое, смотрю, растет около такого солидного сельского дома мальвы. А вот, к сожалению, не у каждого солидного дворика в Киеве растет маленький, вот в этом дворике на Богданахмельницкого 37-2, около вот этого домика. Здесь есть несколько клумб очень примечательных. И здесь еще такой есть интересный памятничек, мы сейчас к нему подойдем, который напоминает пианино или фортепиано, тоже с цветочками. И вот здесь в маленьких вот этих палисадничках, если вы обратите внимание, уже, правда, дающие плоды цветы мальвы. И вот здесь-то живут насекомые, потому что здесь они все время летали в июле, сейчас тоже летают. Но, конечно, значительно меньше я выбрался после работы, где-то вот уже шестой час. Но насекомые летают и летают, шмели и даже медоносные пчелы, где-то они находятся или жилье. Вполне возможно, здесь рядом находится улица Пирогова, которая к университету, педагогическому Пирогову имени Пирогова. И дальше идет ботанический сад имени Фомина университетский. Там много местечек, в которых могут поселиться шмели, потому что им нужны какие-то укромные местечки почвы. Где-то полость должна быть. Там все-таки где-то между деревьями, между вывороченными корнями можно найти. Но даже здесь, вот просто на этом месте, если полисадники его все время не перекапывают, там всегда есть какие-то небольшие полости, в которых селятся шмели. Чаще всего это шмель земляной и шмель каменный. Бомбус террестрис и бомбус лапидариус. Бомбус террестрис, он такой черно-желтый-белый, а лапидариус каменный. И его легко узнать. Он сушистый, лохматый и черный, и с красным костиком. Да, бомбус лапидариус. Вообще-то говоря, сейчас в августе шмелей довольно-таки много и самых разных. Самых разных, потому что и больших, и маленьких. Что значит больших и маленьких? Потому что уже сейчас заканчивается развитие шмелиной колонии, которая маленькая, ну максимум где-то 200 шмелей может быть. Вот они время от времени здесь летают. Я так и подошел к месту, где они подлетают, еще и не отсветшие колонии. Цветы мальвы, здесь они еще сохранились, подойдем еще туда дальше. Там еще дальше находится музей национальный медицины. Вот между вот этим палисадничком и музеем, в медицине находятся три маленьких микрозаповедных палисадничка, в которых цветут мальвы. И живут шмели, прилетают по крайней мере сюда. Они могут, думаю, что прилетать где-то на расстоянии 500 метров километра, как раз до ботанического сада метров 500. Я начал говорить, почему они разного размера. Вы знаете, шмели должны быть большие, солидные такие, черные, лохматые, жалятся хорошо, если прижмешь. Но вообще, так говоря, шмели недостаточно спокойные и не агрессивные. И если его спугнуть с цветка, шмель быстренько улетает. А вот оса может быстренько вывернуться и ужалить. Сейчас их становится больше, потому что в августе шмелиные колонии и осиные колонии разрастаются. И вот в шмелиные колонии сейчас уже есть рабочие, есть много самцов, которые питаются и не жалятся, к счастью. И уже начали потихонечку выводиться новые королевы. Как вы знаете, шмелиные колонии организует шмелиные королевы весной. И где-то в апреле с появлением первых цветов, потому что ей для того, чтобы начать колонию, нужны цветы. Появляются как раз первые весенние цветы, как раз с появлением пивы, а затем уже сиреней, первых даже первоцветов. Шмели уже летают при более низкой температуре, нежели чем пчелы. Поэтому они превосходные опылители. В саду, в огороде, в поле их нужно привлекать. Вся этот огород, если видите шмели, можно ставить такие, как микрозаповедники. Ставил Бегера Степанович Гребенников. Маленькие коробочки такие, ну не воробьятники такие, а шмелевники называются. Нужно сделать трубку к этой коробочке, и получается шмелевник один из двух, или три из десяти, тридцать процентов могут заселиться внутрь. Нужно положить какую-то вату. Можно положить, если у вас есть хомячок, чтобы вата была от хомячка, тогда будет запах. И вот весной в этот домик, как воробьятник или синичник, или, например, стрижевник, или какой-нибудь скворечник, попросту говорит, прилетит шмель и будет шмелевник. Но трудно так наблюдать, потому что 30% только заселятся. В основном они ищут сами какие-то полости, чаще всего после грызунов. А в городе просто полости в земле. После грызунов, потому что у грызуна длинная такая нора, где можно спрятаться от других грызунов, чтобы не пришли и не съели все это гнездо. А в городе шмели, естественно, живут, например, в ботаническом саду, совершенно точно там живут, потому что там цветов больше. А вот, как я сказал, капусты нету, и цветов нету, и пчел нету, и шмелей нету. Поцвела сиренем в апреле, в мае, и все, и больше нету цветов. А шмелям и медоносным пчелам нужны источники питания. Если кто-то завел вдруг пчелы, вот они здесь летают, пчелам попроще, за ними ухаживает пчеловод. Он им что, кормит медом? Если у него есть мед, а чаще всего кормит сахаром, сахарным сиропом. А шмелей же никто не будет кормить. Поэтому если шмелиная семья образовалась где-то в местечке, а цветов нет, она развивается где-то до начала лета, цветы исчезли, и семья потихонечку останавливается. Вот если до сейчас, до августа уже семья доживает шмелиный, появляются самцы средненького и маленького размера. Уже даже есть рабочие, которые крупные рабочие, потому что в шмелиной семье есть самые первые маленькие рабочие, потом крупнее и крупнее. И уже я видел первых, самых крупных шмелиных королев. Шмелиные королевы, которые вылетают в поисках самцов. Вот где-то на цветах, на листочках буквально, на почве они падают, спариваются, и потом шмелиха сразу же прячется. Потом шмелиху вы не найдете большую, большую здоровую лохматую, потому что она сразу потом взорвается в землю. В нее наступает период диапаузы, такой осенний, зимний. Вот подлетает все-таки пчелка. Где-то есть пчелки в частных домах, а есть даже пчеловоды, мне говорили, кое-кто держит даже в городе, в Киеве. Но пчел держать в Киеве очень сложно, потому что нету цветов. Вот я когда был в Турции, то в Турции одного мэра, его назвали, мэр такой, говорит, у нас был. Весь город цветами засадил. Ну, такое у него хобби было. Везде, где бы ни было, засадил цветами. Ну, так, чуть-чуть на нем пошутили. А мне показалось, что вообще-то хорошо, хорошо и классно, потому что их не только просто засадить, за ними надо ухаживать. Их надо поливать, их надо обрезать, их надо снова сажать. И что, привлекается какая-то живность для насекомых, для шмелей, для пчел. Вот тогда там можно даже и медоносных пчел содержать. Ой, здесь где-то в парке, они тоже летают сначала, например, на липу, а потом никуда не летают. А для других зато насекомых, таких как шмелей, и дикие медоносные, дикие пчелиные, для них нужны дикие растения. Ну, или вот такие, например, как вот эти мальвы. На мальвы, правда, здесь летают пчелы, летают шмелей. Да, вот там, ну, никто сейчас не прилетает, только прохожие здесь создают вам небольшой колорит. Надеюсь, вам было любопытно. Сейчас мы подойдем и посмотрим, кто же здесь еще растет, какой есть другой палисадничек. Сейчас, сейчас, вот мы посмотрим. Так, 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 вот эти цветочки, на которых мы снимали. К счастью, здесь еще есть рядышком, на улице Пирогова, есть еще и другой палисадничек. Я сейчас попробую туда тоже подойти, его посмотреть. Вот, я подошел к этому замечательному фортепиано, который механическую фортепиано, вочисло, в сахово-метопианическом пианино. Вот это такое замечательное, в нем даже цветы растут. Тот, кто очень хорошо заботится и явно поливает. Молодец. И явно, что не дворник. Явно, что не дворник. Дворник обычно всегда цветочки вырубает. А вот это тоже замечательный кусочек такого дикой природы. Ну, не дикой, можем сказать, все-таки домашний, потому что все-таки мальва такая домашняя. Но для диких пчелиных, для шмелей, это тоже дикие пчелиные, а не только медоносные, которые здесь иногда медоносные пчетки. Замечательный источник медосбора и пыльцесбора, потому что мальва, у него большие цветы и много пыльцей. Как раз то, что нужно шмелям. У шмелей меда-то и нету. Одна чайная ложка максимума меда. Шмели собирают пыльцу для развития своих личинок. Делают большие такие, небольшие, небольшие корыца, в которых выкармливают шмелей. Точнее говоря, их личинок. Поэтому они замечательные пыльцесборы и опылители. Ну, что вот такой сегодня маленький, коротенький сюжет про цветы. в центре города, про микрозаповедники. И, надеюсь, вы можете прийти в это местечко и поснимать также видео и посмотреть, когда будет лучше цветить. И, конечно, в июне, в начале июля, а сейчас уже маловато осталось цветов. Ну, ничего, я спешу зафиксировать момент, потому что все-таки цветочков тут еще много. Посмотрите, сколько их много. Так что, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. И заходите на Patreon не забывайте. Узнаете, что такое Patreon и мои различные проекты. Как вы видите, что кругом асфальт и машины едят. Жизнь продолжается. Ну, и здесь маленький, интересный микрозаповедник. Приходите, посмотрите сами. Пока-пока. Привет. Продолжение моего сюжета. Выбросил вот второй палисадничек здесь на улице Пирогова, потому что они здесь рядышком. Один палисадничек там на Богдана Хмельницкого, а второй здесь на улице Пирогова. Такой заброшенный палисадничек. И вот так хорошо, потому что в нем даже вот есть чернобыль. Это вот видите, какой огромный, выше моего роста чернобыль. Это огромная полынь. Полынь такая, которая пахучая, когда ее потрогают. Черная полынь. Она пахнет полынью. И вот в этой заброшенной заповедничке растет много как раз еще и цветов хмаля. Вот видите, сколько их там осталось. Ну, потому что они уже отсветают. Видите, здесь рядышком находится кафе. Кафе в окружении такой. Таких хмалю. И мольбы растут стройными рядами. Не всем удается тут выжить, потому что похоже на них их тут ломают нещадно некоторые похожие машины. Как им удается. Но тем не менее растут и плодоносят. И, видимо, они здесь двухлетние разные мольбы. Им удается создать здесь целую большую можно сказать гигантскую плантацию. И, конечно же, цветочки прекрасны. Источник, как я говорю, для шмелей. Для шмелей. Уже немножко поздновато, потому что в августе все уже почти что цветы отцвели, образовали семена, которые потихонечку подсыхают. Ну, как раз вот, чем будет заняться кивлянам. Сажать побольше мальчиков около своего дома. Брать вот такие вот коробочки и раз-раз-раз-раз рассыпать около своего дома. А также за этим же надо ухаживать за ними. Просто так они не будут расти. просто так насекомые не выживут, потому что за цветами надо поливать. Так что, если вам интересно, сажайте вот такие вот красивые мальвы около своих домов или около дачных участков. И у вас всегда будут попылители, шмели будут предотвратить. Не наносные пчел, а шмели точно будут предотвратить. И другие дикие пчелиные. Так что, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok